здравствуйте друзья сегодня мы с вами рассмотрим еще один датчик имеющие отношение к экосистеме умного дома сяоми производства clear grass как мы все знаем большинство их устройств имеет какое-то отношение к мониторингу параметров воздуха и этот не исключение это сенсор температуры и влажности совмещенный с часами будильником модель cgd-1 интерфейс bluetooth 5.0 функции часы будильник датчик температуры и влажности питание два элемента 2а приехал будильник белой картонной коробке с контурным изображением часов в таком же дизайне как монитор воздуха этого же производителя комплект поставки лаконичен сам будильник и небольшая инструкция элементов питания нет об этом нужно позаботиться самостоятельно корпус устройства сделан в виде квадрата закругленными краями кстати можно выбрать и в другом цвете большую часть фронтальной стороны занимает жидкокристаллический экран на задней стороне находится крышка для батарейного отсека внешне это совершенно стандартные электронные часы которые можно купить по дешевке в любом магазине электроники внизу корпуса находится нескользящее основание которое служит и кнопкой при ее нажатии происходит включение подсветки экрана часов сброс работающего будильника а при удержании более 6 секунд сброс всех установленных будильников ход мягкий и плавный нажимается всем корпусом часов батарейный отсек рассчитан на установку двух элементов форм-факторе 2а напомню что они в комплекте не идут с внутренней стороны крышки на наклейке находится qr-код для загрузки приложения управления и напоминание о том как сбросит все будильники осталось установить две батарейки и можно приступать к изучению возможности этого устройства после включения устанавливается дата и время по умолчанию 0 часов 0 минут 1 января 2019 года в режим сопряжения с приложением часы переводится удержанием его кнопки нажатой до того момента пока не начнет мигать индикатор сети михоум автоматически обнаруживает новое устройство и запускает мастер подключения которая содержит подсказки по активации режима сопряжения само сопряжение быстрое занимает едва ли больше минуты конце процесса подключения приложение выводит три стандартных экрана выбор локации устройства установка его имени и предоставление доступа для сторонних ми аккаунтов после этого синхронизируется дата и время нормальная не китайская по нажатии на кнопку активируется подсветка экрана главный экран плагина часов верхней части находится показания температуры и влажности остальная часть экрана предназначена для будильников будильники можно устанавливать как однократно так и повторяющиеся есть режим дремы при его активации сигнал будильника повторится через 10 минут при выборе режима повторения можно отметить дни недели в которой будет работать тот или иной будильник данных по максимальному количеству установленных будильников я не нашел но полагаю что их более чем достаточно как по мне сигнал будильника достаточно громкий но тут конечно все очень индивидуально можно выбирать один из пяти уровней громкости сигнала на выбор дается 9 мелодий как поставить разные мелодии на разные будильники я не обнаружил уровни громкости яркость и длительность подсветки экрана настраивается причем можно отдельно для дневного и ночного режима кроме китайского часы поддерживают и английский язык что радует сценариях устройство работает как условия аналогично другим датчиком температуры и влажности срабатывание происходит по соблюдению условий больше и меньше заданного порога температуры или влажности при наличии в системе умного дома bluetooth шлюзов светильниках часах увлажнителях михаб третьей версии будильник автоматически подключится к ним и будет доступен для удаленного управления это устройство может быть подключена home assistant но процесс несколько усложняет тот факт что при его работе используется шифрация для того чтобы она работала нужен так называемый бинт кей самый простой способ получить его при помощи приложениями хом сайта копива.ру ссылка в описании также напоминаю что все ссылки и команды показаны в этом обзоре будут доступны в текстовом файле который вы найдете тоже в описании под этим видео для сбора логов из приложения нужно вручную создать в корневом каталоге телефона папку вверх локс после чего выгрузить из памяти и перезапустить михоу в этой папке будет храниться много полезной информации в том числе нужная нам при подключении будильника там создается текстовый файл который называется по ринг в нем и будет то что нам нужно это мак-адрес и ключ шифрования первый способ интеграции который мы рассмотрим это кастомный компонент сяоми пассив было и монитор который удобнее всего ставить из хакс на момент записи этого обзора он поддерживает 9 типов bluetooth устройств в том числе и героя обзора конфигурации сенсоров необходимо указывать мак-адрес и соответствующий ему ключ шифрования но тут есть несколько важных моментов первый это ограниченный радиус встроены в разборе модуля bluetooth особенно при использовании металлического корпуса рекомендую приобрести внешний usb bluetooth адаптер за счет того что он находится за пределами экранирующего корпуса его охват значительно выше тем более что в этом компоненте можно одновременно опрашивать несколько bluetooth модулей я перепробовал несколько разных вариантов все работают и все улучшают ситуацию с охватом больше всего мне понравились устройства от you green ссылку вы найдете в описании по ощущениям они самые быстрые дальнобойная usb bluetooth подключается прямо на лету и сразу же появляется в системе смотрим консоли все команды вы найдете файле по ссылке в описании а вот пример создания сенсоров на платформе mitembt с опросом обоих bluetooth интерфейсов и указанием ключа шифрования а теперь плавно переходим к второму важному моменту работе bluetooth ее легко проверить запустив из консоли сканер устройств если все окей вы увидите список обнаруженных устройств том числе и героя обзора а теперь простой эксперимент перезагрузим home ассистом в котором установлен компонент сяоми пассив было я монитор ждем пока он полностью загрузится после этого возвращаемся в консоль пробуем запустить сканер устройстве видим что интерфейс уже не работает такое поведение наблюдая уже довольно давно пока обновление версии не помогали лечится а то сервисом перезапуска bluetooth интерфейса после него все снова работает нормально сканер живенько отлавливает было и девайсы качестве костыля который однако работает я использую периодическую перезагрузку через планировщик run-tab запускаем в режиме редактора выбираем редактор на на добавляем строку запуска сервиса в этом примере один раз в час через control x выходим клавиша y подтвердив сохранение проверяем строка на месте интерфейс будет перезапускаться каждый час после объявления новой платформы в систему начнут добавляться сенсоры название которых начинаются со словами дальше идет буква обозначающая параметр например т это температура и mac адрес устройство в атрибутах будет указана его модель данные появятся не сразу а со временем компонент имеет целый ряд дополнительных настроек которые есть смысл изучить например количество знаков после запятой округление значений полученных от датчика за указанный период логирование всплесков медиану и даже включение режима активного сканирования правда это плохо сказывается на элементах питания датчиков можно использовать опцию белого листа чтобы не добавлять ненужные датчики вот данные получены при помощи этой конфигурации с героя обзора присутствует и температура с влажностью с корректными единицами измерения и уровне сигнала и заряда батареи также стоит учесть тот факт что это все-таки кастомный компонент и поэтому при обновлениях версии хассио он может вести себя несколько непредсказуемо даже полностью отвалится поэтому я использую второй метод интеграции этого устройства а именно через шлюз esp32 с прошивкой esp home на момент съемки этого видео esp home поддерживает это устройство и остальные с ключами шифрования только в дэв ветки на всякий случай я оставил ссылки на основной сайт и на сайт дэв версии в описании случае чего можно безбоязненно удалять и ставить дэв и стандартную версию аддонов при этом все конфигурационные файлы будут сохраняться в разделе сенсоров на платформе xiaomi cgd1 прописывается адрес ключ и сканируемые параметры их тут три включая уровень заряда на момент съемки этого обзора несмотря на успешную валидацию сборка прошивки завершается с ошибкой надеюсь что когда вы будете смотреть это видео ошибку уже уберут тем более что она уже определена и объявлена но если она еще есть тогда придется немножко поработать эта часть видео нужно если у вас сборка прошивки завершается с ошибкой esp home можно поставить и на windows для этого с официального сайта устанавливаем последнюю версию питон и смотрим свойства ярлыка путь куда он установился в ней открываем папку скрипты копируем путь в буфер обмена комбинация windows р открываем окно выполнить и вводим cmd запуск командной строки переходим по пути сохраненному в буфер и там запускаем установку esp home ждем несколько минут пока она скачается установится теперь переходим в папку исходников компонентов для каждого устройства есть своя папка данном случае искал xiaomi cgd1 в ней есть питоновский файл сенсоров который нужно открыть текстовым редактором самом конце этого файла есть ссылка на библиотеку для дешифрования моем случае тут жестко указана версия что и приводило к ошибке версию надо убрать написав но не исключено что эта ошибка будет у вас уже исправлена значит ничего делать не надо теперь копируем конфиг файл в папку скриптов создавать с нуля не нужно проще взять готовые из аддона веб-интерфейс тут не нужен все можно делать из командной строки запускаем процесс компиляции прошивки ждем несколько минут все собирается без ошибок хочу повториться что показанный метод временный из большой долей вероятности когда вы будете смотреть это видео прошивка будет нормально собираться из-за дона после успешной сборки заливаем готовую прошивку в esp32 шлюз по воздуху после обновления в логах видим данные об устройстве сенсоры появятся в интеграции esp home автоматически если у вас он уже был добавлен либо добавится вместе с остальными сущностями при добавлении этого шлюза а вот данные появятся не сразу это нормально нужно просто немножко подождать на этом все если у вас остались вопросы задавайте в комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал напоминаю что все интересные новости анонсы а также ссылки на интересные купоны и распродажи по тематике умного дома вы можете найти на моем телеграм канале ссылка имеется в описании под видео до свидания до новых встреч